В эфире обзор событий за 1 июня главные темы дня. В регионе больше двух тысяч заболевших. Иркутская область в первые десятки субъектов по масштабам эпидемии. В Рио губернатора посетил Ангарск. Игорь Кобзев обсудил с мэром проблемы образования, медицины и развития спорта. Ангарск отпраздновал 69-й день рождения. В честь первостроителей города был зажжен огонь памяти. И одним в подарок стрижки, другим – подгузники. Ангарчане отметили День защиты детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субъектов по масштабам эпидемии и занимает шестое место в России. По скорости выздоровления людей регион лишь 33-й по счету. Очаги заболевания растут практически в каждом муниципалитете. Больше всего в северных районах, где вспышка эпидемии зарегистрирована среди вахтовиков. Но рост фиксируется также в Братске, Усолье и Шельхове. В Ангарске уже 46 случаев инфекции. Выздоровел 21 человек. Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня. В воскресенье Ангарск посетил глава региона Игорь Кобзев. Значит, рейнер-мобиль. На нем работает врачебная бригада, так как здесь оборудование полностью для оказания помощи. Значит, ИВЛ. Исполняющий обязанности губернатора при Ангаре ознакомится с оснащением автомобиля скорой помощи. В автопарке Ангарской станции таких чуть более 20. Территория обслуживания большая. В сутки выезжать приходится на 230 вызовов. Износ автотранспорта колоссальный. Игорь Кобзев пообещал, в июне скорая получит новый «Форд». А осенью в рамках федеральной программы поступят еще три автомобиля. А это уже площадка будущего инновационного центра «Персей». В Ангарске он откроется этой осенью. С его помощью, поддержку и шанс на реализацию получат одаренные дети и молодежь при Ангаре. На создание центра из областного бюджета было направлено около 13 миллионов рублей. На оснащение еще 320 уже федеральных средств. Конечно, «Персей» – грандиозное событие. Это первое в Иркутской области, где мы соберем такую творческую, научную молодежь, которая будет иметь так называемый социальный лифт и возможность уже творить по тем направлениям, которые им нравятся. Ну и второе – они все-таки найдут друзей, единомышленников, где вместе будут общаться. И дальше использовать, наверное, свой творческий, научный, спортивный потенциал уже в жизни. В рамках рабочей поездки в Ангарск в Рио губернатор при Ангаре Игорь Кобзев побывал на предприятии «Каравай». Это один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня в ассортименте компании насчитывается более 500 позиций. Ежедневно предприятие поставляет на прилавке около 150 тонн готовой продукции. Холдинг «Каравай» – это производство полного цикла – от выращивания зерна до поставки продукции. Контроль над качеством осуществляется на всех этапах производства. Часть продукции компания выпускает с применением заквасок, которые приобретает в НИИ хлебопечение. Живые бактерии оказывают благоприятное воздействие на пищеварительную систему человека. Это живые бактерии, мы их размножаем, кормим, как детей. У нас специально человек за этим смотрит. Это действительно так, это живые продукты. Это очень полезные продукты. Понятно. Игорь Кобзев ознакомился с производством популярных во всей Иркутской области сортов хлеба – дарницкий, бороденский и житный. В этом году компания «Каравай» поддержала инициативу главы при Ангаре и приняла участие в акции «Цена зафиксирована». До 1 августа стоимость четырех видов хлеба, в том числе житного, останется неизменной. Побывал Игорь Кобзев и на спортивных объектах Ангарского округа. Правительство области намерено создать лучшие условия для развития спорта в регионе. «Поскольку Ангар – территория, которая давно этого заслуживает, давно у нас не было такого внимания и погружения в нашу проблематику. И то, что на сегодня мы оценили ряд задач, я думаю, что они попадут в протокол, который по итогам каждой рабочей поездки губернатора составляется, нам будет доведен. И работы предстоит немало, но и перспективы этой работы я сегодня вижу как абсолютно реалистичными». Надежная поддержка необходима лыжно-биатлонному комплексу «Ангарский» – единственному центру по подготовке спортсменов по лыжным гонкам и биатлону. «Профессиональные виды спорта – это хоккей с мячом, хоккей с шайбой, волейбол женский и баскетбол мужской – мы договорились, что будем поддерживать на профессиональной основе. С учетом и привлечения инвесторов к развитию этих клубных команд, ну и в том числе правительство даст, конечно, финансовую поддержку для его развития, в том числе материально-технической базы. Все остальные виды спорта, они в приоритете, и особенно детский, юношеский спорт, он всегда был в приоритете правительства, и я думаю, мы только его будем развивать». Вопросы у главы при «Ангаре» вызвала обстановка в городской психиатрической больнице, а в частности – соблюдение карантинных мер. Учреждение Игорь Кобзев посетил Планово, чтобы разобраться с жалобами о сокращении персонала и койко-мест в стационаре. Министерству здравоохранения поручено провести масштабную проверку. В узком кругу и беспышных торжеств в минувшую субботу Ангарск отметил свой 69-й день рождения. От традиционного для Дня города карнавального шествия в этом году пришлось отказаться. Отменили и запланированный праздничный фейерверк на новой набережной. Дань тем, кто устроил и прославлял Ангарск, отдали немногочисленным торжественным митингам с зажением мемориального огня. За 7 десятилетий, которые я живу в Ангарске, я очень много знал таких людей. И строителей, и нефтехимиков, и людей сферы обслуживания Ангарска, и чиновников, и так далее, и так далее. Очень много порядочных, сильных, мудрых, умных людей, которые вложили себя в строительство этого города. И поэтому сегодня, когда у нас появилась такая возможность ознаменовать память этих людей с зажжением вечного огня, или огня памяти, правильнее назвать, это, конечно, очень хорошая традиция, которая должна укорениться теперь в Ангарске. Впервые огонь памяти в парке строителей был зажжен 9 мая, в 75-ю годовщину Великой Победы. День рождения Ангарска. Это еще одна дата, когда у памятника будет гореть огонь. Как дань уважения тем людям, кто построил этот город, кто создал вот эту среду, вот этот ангарский характер. Это неповторимость наша, наша уникальность, то, чем мы гордимся, то, за что мы сегодня отвечаем. Это все равно, это трогательный и очень добрый праздник для всех ангарчан. 69 лет назад, вернее, получил статус города. А то, что мы совместными усилиями сегодня делаем его уютнее, красивее, комфортнее, это абсолютно правильно. Сегодня наше время о нем заботиться. Ах, море, море, волна под облаком. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Без праздничных мероприятий не обошлось даже в условиях карантина. В городе в режиме онлайн состоялись десятки конкурсов. В социальных сетях ангарчане посмотрели премьеры спектаклей и концертных программ от местных творческих коллективов. К другим темам. В Ангарске закрылось очередное питейное заведение. С лица земли, в буквальном смысле, стерли здание бывшего магазина «Кировский» на улице Алешина. Соседство не приносило никакого удовольствия местным жителям и было, скорее, источником проблем. Без приезда полиции там не проходило ни одного застолья. Сейчас ангарчане из близлежащих кварталов смогут, наконец, вздохнуть спокойно. Волонтеры и сотрудники соцучреждений, взявшие под опеку инвалидов, пожилых людей и детей-сирот в период эпидемии, получат поддержку от государства. Соответствующий документ накануне был утвержден правительством России. Выплаты будут производиться за период с 1 апреля по 30 июня. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь. К примеру, в Ангарском центре помощи детям большая часть детей, взятых под временную опеку, проживает у сотрудников учреждения. Мы этот момент отработали с педагогическим коллективом. И педагоги с согласием членов семьи, а также органов опеки временно приняли детей к себе в семью на самоизоляцию в домашних условиях. На период, пока не улучшится пенемиологическая обстановка. На сегодняшний день у нас 18 ребятишек, которые находятся на самоизоляции в домашних условиях. Это у девяти педагогов и трое родственников забрали ребятишек. Всего на поддержку тех, кто взял сирот или одиноких пенсионеров на временное проживание, из резервного фонда выделено 145 миллионов рублей. Предоставляться выплаты будут через пенсионный фонд. Подать заявление в электронной форме можно будет через портал Госуслуг. Обратиться за получением выплаты следует в срок до 1 октября этого года. В Ангарске вслед за прощальными линейками в школах прошли выпускные и в детских садах. В этом году стены дошкольных учреждений покинули почти 3000 детей. Большинство уже зачислены в первые классы. Вместе с тем, освободившиеся места управления образования распределяют между дошколятами, которые ожидали в своей очереди на зачисление. На сегодняшний день дефицита мест в округе нет. То есть на нашей территории мы говорим о том, что уже на протяжении 8 лет мы стопроцентно обеспечиваем местами в дошкольных организациях детей от 3 до 7. На протяжении 5 лет обеспечиваем полностью местами на 1 сентября детей от 2 до 7 лет. И уже второй год, когда мы полностью закрываем возрастную категорию с полутора лет. До 16 июня руководители дошкольных учреждений должны связаться с каждым из родителей, чьи дети зачислены в детский сад, рассказать о порядке предоставления документов, прохождении медкомиссии и о том, в каком режиме будет проходить адаптация. Сегодня отмечается День защиты детей – празднику, посвященному охране прав несовершеннолетних. В этом году исполняется 95 лет. Россиян отмечается с 1950 года. И хотя как такового празднования в связи с эпидемией не планируется, семьи по всей стране сегодня начали получать выплаты, обещанные президентом. 5,5 тысяч рублей при недостаточном семейном доходе и 10 тысяч на всех детей до 16 лет. А вот так весело начался день у самых маленьких ангарчан. Малыши из дома ребенка при хорошей погоде всегда выходят на прогулку. Сегодня решили совместить воздушные процедуры с детским утренником. В условиях сегодняшней изоляции и в условиях выживания, можно сказать, ковида, мы тоже принимаем определенные меры. Сегодня у нас находится на попечении 50 детей. Максимально стараемся работать с родителями, все-таки как-то и на удаленном, и пытаемся общаться с ними на выездах, соблюдая соответствующие все меры предосторожности. В целях недопущения перекрестного инфицирования детей из разных групп не смешивают, поэтому утренники для каждой проводились по отдельности. С подарками в дом ребенка сегодня нагрянули ангарские десантники. Здесь они – частые гости. И вот мы опять с ребятами, с союз десантниками скинулись деньгами и решили сегодня уже в какой-то раз приехать и подарить дома ребенку, дома малютки памперсы, в которых они нуждаются. То, что сейчас на улице холодно, в корпусах холодно, и вот мы сегодня привезли памперсов 550 штук. Как бы дети – наше будущее. Здесь, тем более, находятся дети-ангелы. Их жалко. Честно говорю, как отец двоих детей, честно, серьезно говорю. Дай Бог детям здоровья. Шефам в доме ребенка всегда рады и педагоги, и воспитанники. Правда, сейчас в условиях пандемии приятное общение приходится минимизировать. У нас есть определены красные зоны. Мы закрыты для посещения посторонними организациями, сторонними организациями. Если кто-то приходит, родители, допустим, мы, конечно, у нас есть обработка рук, поставленная на входе. Обязательно бахилы, обязательно ношение масок. Вот это все мы обязательно соблюдаем. Благодаря совместной работе педагогов и помощи органов опеки в мае восемь малышей вернулись в свои семьи. Ведь любящих маму и папу не заменит ни один, даже самый добрый и понимающий воспитатель. В День защиты детей малышам, конечно, оказывают повышенное внимание. Но, как известно, любви много не бывает. Это у нас Витя. У нас он самый маленький. Весом он родился 1,820 всего. Это у нас Сережа. Это самый первый. И Андрюша. Сегодня День защиты детей отмечает и многодетная семья Ветровых. Чуть больше года назад у ангарчан родились сразу трое малышей. На свет новорожденные появились в Иркутском перинатальном центре. Это была первая тройня за последние два года. Решившись на второго ребенка, Нина Ветрова и не подозревала, что станет многодетной мамой. Новости радостные и шокирующие одновременно. Своего жилья в семье Ветровых не было. Да, и хлопот с четырьмя ребятишками предстояло немало. Никто не ожидал рождения тройни. И на тот момент, когда мы узнали, уже был большой срок. И на съемных квартирах с четырьмя детьми, у меня еще старшая дочь, это очень тяжело. И тогда я обратилась за помощью к нашему мэру. Приезжало телевидение. Тогда многодетной семье помогли власти Ангарска. На безвозмездной основе Ветровым предоставили трехкомнатную квартиру на условиях краткосрочной аренды. Возможности проживать не в съемном жилье многодетные родители не нарадуются. Очень нравится и район. Тихий, спокойный двор. Рядом заканчивается строительство нового детского сада. Туда Нина и планирует отдать своих мальчишек. У нас стоит вопрос о том, что когда нам предоставят сады, мы уже стали на очередь, и нам предоставляют в 19-м, 22-м и здесь, по-моему, 12-й микрорайон. То есть везде дороги, везде как бы это. А вот этот, который достроится сад, тут вообще даже я одна их смогу водить, потому что двор пройти. Отдать мальчишек в детский сад Нина Ветрова намерена ближе к трем годам. К сборам троих детей одновременно. В детский сад пока не готова сама мама. Слишком много забот. Хотя в повседневной жизни в многодетной семье помощников хоть отбавляй. Вообще очень тяжело. Потому что у меня еще, я еще раз повторюсь, дочь старшая. Это сейчас динкутационное обучение. Это занимает очень много времени. Мне помогает сестра старшая моя, племянники, мама, бабушки, дедушки. Вот. Ну а так их мир не берет. Это вообще, что будет дальше, я не знаю. Если есть свободное время, то здесь стараюсь быть всегда, потому что скучаю по ним. Они такие забавные, милые, любимые. Растить четырех детей – трое из которых полуторагодовалые мальчишки. Сложно не только морально и физически, но и материально. Работать приходится на одни только подгузники, шутит многодетная мама. Все социальные выплаты Нина Ветрова получает. Еще один существенный плюс – не нужно платить за съемное жилье. А в одной из парикмахерских Ангарска сегодня с восьми утра среди клиентов исключительно дети. Мастер Тимофей Киво в этом году организовал акцию «Стрижка в подарок». Стилист проводит ее традиционно в День защиты детей. Желающих выделиться оказалось достаточно. Мне нравится быть модным, красивым, чтобы я был лучше всех. Среди клиентов – мальчишки из многодетных и малообеспеченных семей. Несмотря на то, что акция благотворительная, мастер выполняет все капризы юных клиентов. Он и рисунок на висках, спортивный стиль или классическая модельная стрижка. Дети – это наше будущее. И дети, чтобы были счастливые, подарить им праздник, красивую стрижку, красивую укладку, шарики, конфеты, чтобы ребенок был красивый. То есть искусство лечит и красота спасет весь мир. Цель акции, признается организатор, подарить детям радость. Поэтому вместе со стрижкой юные клиенты получают шарики и сладости. На сегодня день у мастера киво. Расписан до 8 вечера. Стильные прически получат 25 мальчишек. В городском музее специально ко дню защиты детей собрали выставку хронометров. Их разработкой занимались юные дизайнеры из Зангарска и Иркутска. Как рассказали организаторы, детей процесс создания очень увлек. Каждый постарался придать своей работе уникальность. В результате среди экспонатов оказались часы для музыкантов и даже сладкоежек. Процесс создания часов очень простой, но довольно длительный процесс. Потому что самая тяжелая часть работы – это придумать хороший эскиз для оригинала уже. Поэтому у нас от 6 до 10 занятий уходит на одну проектную работу. В данном случае мы первых 6 занятий экспериментировали, создавали мини-экспозиции своих часов, рисуя их в разных формах, в разных размерах. И придумывали, в каком виде будет уже оригинал. Посмотреть выставку можно до 6 июня в часы работы музея. Важно, приходить в учреждения культуры можно небольшими группами до 5 человек и в индивидуальных средствах защиты. Ангарск отметил свой 69-й день рождения. К празднику в нашем эфире стартовал специальный проект «Ангарск. Вместе мы сила». Его участниками стали местные предприятия и компании, чья продукция давно и надолго полюбилась ангарчанами. Сегодня город, рожденный победой. Поздравить сеть кондитерских «Кузьменко». Вы даже не можете себе представить, насколько вкусной может быть выпечка. Нежные торты с невероятными вкусовыми сочетаниями, ароматное печенье, которое буквально тает во рту. Пироги, способные порадовать даже самых привередливых гурманов. Очень много лет в любом, где я рядышком живу, там есть у нас. Здесь я работаю, приходим к чаю, берем. Всегда свеже, всегда вкусненько. Ну вот по-домашнему, все очень даже хорошо. Ходим сюда всегда за всеми пропитали, печенье, рожные какие-то. Все время сюда мы ходим. Кондитерский цех ИП «Кузьменко» начал свою работу более 25 лет назад. За это время выявили простую, но действенную формулу успеха. Это уважение к своим покупателям, неизменно высокое качество и стремление покорять новые вершины своего дела. Дорогие жители города Ангарска, от своего лица лично и от всей нашей компании хотим поздравить вас с днем рождения нашего города. Наш город необычный. И его рождение связано с Великой Отечественной войной, а точнее с днем победы в этой войне. И вот за эти годы, за 75 лет он рос, умножался, развивался благодаря вам, благодаря жителям нашего города, благодаря тем, которые любят этот город. Мы хотим выразить вам благодарность, предыдущим поколениям, которые строили этот город. И также пожелать всем молодым людям развиваться, расти, созидать, творить что-то новое. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в следующем году, вот в этом 76-м году. И ждем вас всегда к нам в гости. Трудимся для вас, производим для вас. Спасибо большое. Теперь в фирменных отделах можно приобрести не только сладкие десерты, но и полуфабрикаты собственного производства. Фаршированные блинчики, сырники, вареники с различными начинками. Без вкусной покупки уйти невозможно. Таковы новости понедельника. Берегите себя и соблюдайте режим самоизоляции. Изоляция.